Не застревать в текстурах Сценарий для этого ролика писал я в 6 утра, сразу после прохождения Киперпанка 27.7 в прошлом декабре. Было желание поделиться мыслями об игре, но график работы у меня был такой, что пришлось без остановки трудиться где-то до 4 января. Постепенно выход ролика откладывался, потом еще чуть откладывался, и вот уже прошел год. И знаете, что самое смешное? Я перечитал сценарий и он вообще не потерял актуальности, ведь именно с игрой мало что поменялось. Потому записываю практически без справок, как он и задумывался. После 80 часов в игре и открытия половины основных концовок, мне бы хотелось, конечно, на эмоциях сказать, что шедевр, однозначно, отлично игра и все прочее, но увы. По многим причинам этого не получается сделать. Также много людей мне писали в личку, ну как тебе киберпанк, ну как, ожидая обзора. Признаюсь, что я сперва был настроен довольно скептично. Потому что меня не воодушевляет дружность завывания толпы о какой-то вещи или явлении. Уж больно часто какая-то распиаренная вещь оказывается просто дешевой фигней. И чтобы не попадать в волну хайпа, я обычно оставляю вещь на потом. Ну о чем я рассказывал в ролике про то, что не стоит играть в игры в момент выхода. В основном это, конечно, не стоит делать за багов, недоделок и отсутствие полной истории без всех DLC. И как это не смешно, в этот раз было совершенно так же. Но игру я прошел за поем, и даже сейчас хочу туда вернуться. Но без нового контента мне там делать в общем-то нечего. Максимум это попробовать открыть те сайд-миссии, что я из диалогов пропустил. Но тратить еще времени пока что не охота. Да и рассказать на самом деле и порассуждать бы хотелось совершенно о другом. Невероятно, но факт. У киберпанковских игр проблемы. Разработчики старательно делают произведения в этом жанре. Но у многих игр получаются либо дикие косяки, либо очень низкие продажи. Либо и то и другое одновременно. Все помнят историю Switch Dogs, от которой ждали крутой графики для всех платформ. Икны Next Gen Experience. А получили GTA-подобную игру в интересном сеттинге. Недавно вышедшую третью часть слили в сеть еще со всеми исходниками. А вторая, хоть и обошлась без больших скандалов, но продажи у нее сперва были очень посредственные из-за насторожности игроков. Но не всем понравился переход от меланхоличной первой части к ярким хипстерам второй. Есть еще Dose X Mankind Divided. Там очень слабые продажи на фоне отзывов игроков, что кричали о плохой оптимизации. Но также еще сюжет для них был непонятен. Вверх разума из среды игроков по привычке накручивали все настройки на максимум. А там было 8-кратное MSA сглаживание, которое не нужно для 1080p. И я не уверен, что многие современные видеокарты смогут отрендерить с нормальным фпс такую игру. То есть настройка была на вырост. Но недалеким этого не понять, чего пошли визги про неоптимизированную игру. А еще проект сильно лучше себя чувствовал на SSD, что уже по факту стандарт для игр. Но в 2016 году это был лишь повод понять. У Deus Ex в Human Revolution слили игру еще до выхода. И всячески поливали помоями за собственный движок, а не Unreal Engine 3. Не обошлось и без нытья о концовках, которые ни на что не влияли. Но давали игроку закончить так, как он хотел. Со временем, правда, все это забылось и игра стала классикой. Оригинальный Deus Ex даже на момент выхода обладал довольно посредственной устаревшей графикой. Множеством косяков в анимации и геймплейных решениях. Что не помешало стать ему культовым. А его продолжение погибло под давлением спонсорской эксклюзивности для Xbox. Которая ограничила в итоге игру и для других платформ. Многие отмечали, что вторая часть заперта в тесных уровнях. В итоге они предпочитают не вспоминать. На спин-оффе Project Snowblind многие вообще не знают. Хотя там неплохой шутер с киперпанковскими умениями. Можно припомнить, что Enter the Matrix, ну и Патч оф Нео. Где также засветился Киану Ривз. Исполнить квадратные колеса у машин, которые решались вручную через правку конфига. Да и в общем там была недоделанная сырая игра. Которая выглядела в принципе как отличный концепт с классными механиками. Но играть в это было очень тяжело. Хотя я прошел с удовольствием. И с Киберпанком 27 примерно такой же случай. Я бы мог вспомнить, чем многие игры. Вроде MMORPG по Матрице. Или какой-нибудь Remember Me. Шутер по Syndicate от Starbreeze. А есть Дивинити Суперменси, которые хвалят, но тяжело вникнуть. В общем идею думаю вы уловили. У многих киберпанковских игр большие проблемы с презентациями и отзывами. А еще чаще есть какой-нибудь критический косяк. Я не сильно репрезентативен в плане киберпанковских игр. Я фанат этого жанра и мне нравятся почти любые произведения. Почти все, что я играл, читал или смотрел, остается для меня именно произведениями с плюсами и минусами. Так что о свежей игре от Project Red я бы хотел порассуждать именно в таком ключе. Но сделать упор я бы хотел как раз на тех вещах, которые я не понимаю в поляках и их свежей игре. Знаете, вот у многих людей наблюдается профессиональная деформация. Я не исключение. Скажем, я где-то 6 лет отработал в рекламном агентстве, где делал разные заказы, начинаю от визиты, заканчивая работа с правительством. После сотен печатных тиражей, которые я готовил к печати, как офсетных машин, так и других видов печати, порой смотришь на плакат на улице или в магазине и видишь не картинку от дизайнера, ну которая признана продать товар, а зерно печати, съехавшись цвета из-за неправильных настроек. И многое именно с технической части. Аналогично у меня сейчас выходит с играми. Если у подписчиков, то знаете, что я пытаюсь делать свои проекты с разных сторон. Ну как программировать, так и создавать модели, ну как для того же Quake, и мне пришлось даже посотрудничать с Nvidia. После чего в знак благодарности я еще получил топовую 2080i, которая позволила без проблем тянуть проект, о котором мы сейчас говорим. И вот часто во время игры я ловлю себя на мысли, что вижу не игру, то есть я не воспринимаю ее как цельное произведение, наблюдая игровые механики. Ну и думаю о том, как они работают и как можно было бы их реализовать в доступных движках. Ну вроде и Unity или Unreal. Еще мне довольно сложно найти время на игры, и не потому что я сильно занят, а потому что в голове, знаете, сидит мысль, хватит играть чужое, доделывай свое. И как ни странно, но Cyberpunk меня отвлек от таких мыслей. Я наблюдал как раз именно живых персонажей. И мне было интересно следить за той историей, которая разыгрывалась на мониторе. Честно скажу, давно я так не погружался, мне было реально интересно. Хотя о том, как что делалось, то есть о механиках я бы тоже хотел поговорить. Но вот дело в том, что я не понимаю CD Projekt Red. Вот совершенно не понимаю. Вот смотрите, ни для кого уже не секрет, что у игры множество технических проблем, которые постепенно решаются патчами. После 1.04 игра перестала вылетать каждые часов 5. Но не пропали многочисленные мелкие баги. На многие можно было не обращать внимания, вроде летающих в воздухе из сигар Джоани. Но проблемы с подзагрузками решились в установке на быстрый диск, или окончательно пропали, когда я перенес игру на SSD. Но у игры просто шикарная история, за которой я следил с большим интересом. И постоянно ловил себя на мысли, что рассказ о наемнике, который пытался просто получить больше денег, и в итоге идет на безумные поступки. Ну лишь для того, чтобы выжать и найти лекарства. И это все вполне хорошо бы смотрелось рядом с классическими рассказами, вроде не романта. И пусть дядушка Гибсон на какое-то время и ругал именно визуальный стиль, и яркий солнечный день, а сейчас злорадствует над неудачей проекта в Твитре. Но когда я смотрел на все это в игре, то у меня не возникало вопросов, все это выглядело вполне органично. Ну кстати, после прошедшего года дядушка Гибсон сказал, что игра все-таки отличная, она ему нравится. Первоначальное впечатление было, конечно, так себе. Долгое время я сидел на форумах, где люди обсуждали сам жанр. И были очень жаркие споры про то, что считать киберпанком, что фантастикой, что вообще антиутопией. Я не любитель рассуждать на подобную тему, потому что по сути она ни к чему не ведет. Мне нравится формулировка, что есть начальный книжный киберпанк, где герой и формлена рок-звезда, кудесник и ковбой. Ну вот, который пытается выжить в этом мире. После того, как у компьютерщиков пропали страхи на тему того, что их сидение за компом будет никому не нужным, а Стив Джоб растянутый водолаз к рулем миром, то жанр умер, и произведения приобрели признаки посткиберпанка. Самое большое отличие, это то, что герой пытается кого-то спасти. То есть какой-нибудь Deus Ex Human Revolution как раз чистейший пример посткиберпанка в играх. А вот вышедший Cyberpunk 2077 куда как ближе именно к истокам. Опять же, забавно повторюсь, что дядюшка Гибсон, создатель культовых произведений книжного жанра, считал сперва иначе. А ему подпевали озлобленные игроки, рассказывая, что киберпанка в игре нет. Опять же, не хочу тут спорить, лучше отмечу, что игра тут начинает играть нечестно, когда строят дополнительный сюжет в духе Mass Effect 2, где для лучшей концовки вам обязательно надо водиться со своими спартийцами, и вы постепенно к ним привязываетесь. И вот как раз это ощущение, что кому-то на вас не пофиг, дает довольно сильный эффект, который не получить, если просто пробежать основную игру по основному квесту. И максимально этот эффект раскрывается в конце игры, когда один из вариантов кончания истории это просто застрелиться. Это не самый большой спойлер, всего лишь один из выходов в игре. И как раз после такого решения вам показывают героя, что вы встречали в игре, который натурально рыдает на камеру. Но честно скажу, что это цепляет. Может быть, я не так много играю в игры, но при помощи чего-то похожего я не могу. Если уж говорить честно, я постоянно этим думу о том, что ты сделал. И мне кажется, я понимаю, почему ты решил уйти, а не бороться дальше. Основу же сюжета в том, что главного героя пожирает не рач, чип с разумом Джонни Сильверхэнда. И главный герой отчаянно ищет способы спасти свою и только свою шкуру. Делать добрые поступки или не делать, это уже зависит сугубо от вас. Концовок несколько, и они вполне показывают результат решения. Опять же, если без спойлеров, то при аккуратном отыгрыше в конце можно увидеть тех персонажей, на которых вы тратили свое время. И львиная доля вариативности запрятана именно в этом сегменте. Многие ваши решения не сильно влияют на основной сюжет, но меняют концовку. То есть, скажем, я играл за кочевника, что любит возиться с машинами. И игра полностью показала путь такого героя, и это было очень круто. Именно поэтому я не могу смотреть стримы по этой игре, потому что они играют не так, как я хочу. Скажем, в игре частенько дают свой выбор убить или спасти какого-то персонажа. В одном моменте я без раздумий изломанулся, чтобы спасать напарника. В то же время все, вот совершенно все, чьи стримы я смотрел, даже не задумывались об этом, предпочитая спасать свою шкуру. И игра никак за это не наказывает, не говорит о том, что можно было поступить иначе. Увидеть это можно лишь в самом-сам конце. Вот еще несколько примеров вариативности его отыгрыша. По сюжетному квесту я шел в борделе, по пути увидел сценку, как якуда цепляется к простому жителю. Несильно думая, я вломил японцу и пошел дальше. Но оказалось, что охранники борделя с ним в одном клане, в итоге у меня с ними сразу началась перестрелка. И в моменте, где нужно было добыть информацию куклы, она говорила с пуганным голосом. Но информацию я получил. Когда же я решил перезагрузиться, пройти спокойно, то развитие событий также пошло по спокойному сценарию. Я видел совершенно другие события, хотя итог был тот же самый. Я просто получил информацию. Или же побочный квест, где одна банда поймала верующего монаха и насильно установила ему импланты ради смеха, кто противоречит их вере. И монах попросил спасти его товарища, с которым собирались поступить так же. После спасения монах не остался стоять на месте, а попрел по карте обратно со словами «Мне нужно все это обдумать». Ну и уселся на пирсе. А то в диалоге с первым монахом появилась строка, что я сухонил твоего брата, ему нужно развеяться. То есть местами проработка просто шикарная, много озвучено, сделано просто отлично. Игра этого не показывает, просто дает играть и проходить так, как вы сами это решаете. И мы все ближе приближаемся к тому, что я хотел бы обсудить в ролике, и что еще никто в обзорах не рассматривал. Но сперва надо все же понять, что за жанр у игры. То есть те, кто ждал GTA в киверпанковском мире, довольно сильно обломались. Это все же RPG. Но и те, кто ждал Baldur's Gate с миллионами вариативности, тоже обломались. Выбор касается лишь отношений с персонажами. Сам же сюжет довольно линейен в любом виде. Есть выбор в начале игры, где сперва кажется, что это будет отыгрыш на трех разных героев. Один кочевник, другой отброс на улице, а третий корпоративный работник. Но увы, отличий не так много, и я лично сейчас не хочу заново проходить игру, потому что за исключением пары диалогов, остальное будет плюс-минус то же самое. Можно, конечно, как-то иначе в местах выбора сыграть, посмотреть, как будут развиваться события, но как-нибудь потом. И это не проблема игры самой по себе. Лично мне Cyberpunk 2077 кажется ближе как раз к Deus Ex в открытом мире. То есть это стелс-экшен с перестрелками. Я много раз во время прохождения того же Human Revolution думал, что будет круто, если можно будет не ходить по тесным хабам, ну и не лазить по тесным локациям, а попорядить по большому миру. Частично это получилось в Минкан Дивайдед. Тут постепенно открывается большой мир, где, помимо основного города, есть еще и пустошь со всякими мусорками, которые действительно работают на общую атмосферу. Чем больше открывается мир, тем больше охота игру сравнить с каким-нибудь Far Cry, копировать который хорошо получается у поляков в разных проектах, ну вроде того же Dying Light и прочих шутеров в открытых мирах. Помимо этого, игру можно смело спутать с модом на GTA V или Watch Dogs. Во время поездки по городу различия минимальны. На самый смак окружения ощущаешь момент пробежки пешком, когда город расцветает. Я не знаю, как это вышло, но даже после прохождения игры город ощущается живым и атмосферным. Вокруг бродят люди, звучат звуки, и все это действует на погружение атмосферу. Тут же прям получилось круто. Также можно прокачаться, скажем, поставить импланты ног и сделать из игры какой-нибудь Mirror's Edge. Некоторые районы города прям отлично подходят для паркура и прыжков по крыше. Субтитры создавал DimaTorzok Сами перестрелки тоже неплохие. Отлично, что они от первого лица. Но сюжет, повторюсь, по манере построения похож на Mass Effect 2. Ну и казалось бы, что может пойти не так. Канал XYZ сделал ролик, где пригласил программисты. И ведущий пытался добиться от него фраз, откуда берутся такие баги в игре. Но сам ведущий мало чего понимал в том, что рассказывает программер. Типа, ну вот есть пул объектов, и там ставится флаг на состояние. Так и сам кодер без листинга программы и профайлера не мог выдавить из себя ничего какого-то внятного. Весь интернет сейчас завален багами разной степени критичности. Но никто не обращает внимания на одну вещь, которую я бы хотел обсудить с вами. И это не баги. Они тут как раз второстепенные. Дело в том, что я не понимаю студию разработчика. И давайте вот начнем с примера. Скажем, в том же ролике XYZ с программистами пытались разобрать баг в кавычках. Когда персонаж не может обойти двух других, стоящих на его пути. Программер старательно подбирал слова, но не мог сказать ничего внятного. А мне проблема как раз видна. Начнем с того, что это не баг, а так и должно быть. Вы может быть возмутитесь, мол, да как же так, это же кривота. Но давайте вспомним про профессиональную деформацию, про которую я говорил в начале. Я вот сейчас делаю, скажем, гоночный прототип. Хочу, чтобы он шел на 60 фпс на плейстешн витке, которая довольно слабая консоль. Я сделал, чтобы у игрока был соперник, который хорошо перемещается по уровню и делает он это, следуя точке к точке. Также я расставляю маркеры, которые дают сигнал искусственному интеллекту разгоняться или тормозить. Это простой эффективный алгоритм, который жрет мало ресурсов и делает то, что надо. Но вот проблема. А как поведет себя машина, если на ее пути будет препятствие? А делать будет именно то, что написано, следовать вперед от чекпоинта к чекпоинту. Простыми словами, он просто снесет игрока. Ничего не мешает мне загнаться и сделать так, как делают взрослые разработчики. Сделать впереди машины сенсоры, скажем, три штуки, которые будут определять. Если впереди препятствие, если есть, то по сведениям о двух других, сделать движение влево или вправо. Можно еще сильнее проработать систему. Сделать навигационный мэш, где препятствие будет резать в мэш и дырки. А само авто будет выстраивать свой путь. В общем, это три примера проработки системы от простой к сложной. Разница лишь во времени исполнения. Пример софтой привел к тому, что автомобили в Киберпанке также ведут себя довольно просто. Отличие от моей реализации ли в том, что они могут проверить, есть ли впереди препятствие, и если есть, просто останавливаются и стоят на месте. Стоят до тех пор, пока препятствие не пропадет. Особенно это забавно наблюдать в пустыне, где чистое поле. Но стоит перегородить трассу и можно создать затор. Стоит сказать, что судя по всему, алгоритм действия авто и пешехода в игре не сильно отличаются. И тут можно сделать один вывод, что в игре многие механики на зачаточном базовом уровне, который может реализовать бородатый инти-разработчик из Воронь уже за пару дней. И вот тут как раз корень моего непонимания. Поляки проделали колоссальную работу над городом, персонажами и объектами. Это дико стильно, и я не уверен, что за всю жизнь могу сделать хотя бы треть от того, что реализовано в игре на крутом уровне. Той работой, которую провели программисты графики, охота восхищаться. Она выглядит классно. Когда я смотрел катсцены, то многие из них просто носили крышу, настолько они были живыми. Особой восторг у меня вызывали моменты, когда диалог был не просто у двух статичных персонажей, а на ходу. Или те же квесты можно было брать случайных людей, просто заговорив с ними. Я дико тащусь от музыки и уже несколько дней слушаю как основной саундтрек, так и различные игровые радио. И вот результатами работы этих людей охота восхищаться. И это оставляет самые крутые эмоции. Но что в это время делали геймплейные разработчики? Я не буду врать, что знаю что-то о том, как шла работа в этой студии. Но хотелось бы предположить, что программист графики не садится писать систему диалогов. То есть такой вещью должен заниматься другой человек и доводить систему до блеска. Но увы, насколько крутые анимации диалогов, настолько ощущение от диалогов отвратительное, именно от технической части. Я как-то садился накидывать систему квеста, из которой у меня получалась еще и система диалогов. Простая, но рабочая. Когда я ее писал, то думал про несколько вещей. Как проверять, что квест взят, что он сдан или в работе. Точно так же старался и в разговорах, избежать ошибок в показе строк сообщений. В киберпанке же я кучу раз ловил момент, когда мне звонил персонаж, и надо было с ним пообщаться. Но дело в том, что в некоторых диалогах нет возможности прекратить общение и закрыть этот диалог. Такое построение механики приводит к тому, что система сбоит, то у вас на экране отображается диалоговое окно, и вы можете общаться с другими людьми, но закрыть первое не можете. И система именно кривая на уровне ее проектирования. Но тут стоит вопрос, а неужели только у меня был один баг? Неужели у меня одного машины остановились посреди пустыни? Да я никогда в это не поверю, но логическое объяснение этому найти не могу. Чем больше я играл, тем больше видел, что большинство гипплейных механик на уровне прототипа. Даже то, что сделали, не довели до ума. Вот простой пример. До того, как втянуться в игру, я пытался создать персонажа, похожего на себя. Вышел какой-то отвратительный джампшут ниггер, чью внешность я бы хотел поменять. И казалось бы, ничего сложного. Весь код создания персонажа уже написан, надо лишь включить его еще один раз. Сделав точку запуска в каком-нибудь клинике или списав те же самые действия за деньги, не знаю. Но увы, в игре нет такой возможности, ее просто нет. Хотя код есть. Аналогично и во многих других случаях. Скажем, если начать буяни, то полиция появляется надалеко от вас прямо из воздуха. Они приезжают на место преступления, хотя бы из-за угла. Вспомните, что я рассказывал про поиск пути и встречное препятствие. Тут разница как раз именно в степени проработки. И многое в игре, что кажется багом, на самом деле багом не является. Популярные видео, что показывают графику, как на перфокартах, на самом деле является косяком системы подзагрузки. Ну так называемые лоды, упрощенные модели. Которые показываются при удалении от камеры от них. Аналогично, в игре есть билборды машин и зданий. Это материал с текстурой, повернутой к камере, который также симулирует объект. Обычно это все настраивается и проверяется один-два раза и больше не трогается. Но так дело в том, что никто, видимо, особо и не настраивал и не проверял. При том, что правление, отмечу еще раз, именно правление, а не разработчики, рассказывали его о том, что игру можно было пройти от начала до конца еще в январе. Можно было, но степень проработки многих механик находится на уровне прототипа. И вот тут становится обидно от того, когда видишь, что в игре много плюсов и она западает в душу. Местами проработка шикарная и лучше многих современных игр. Но многие механики просто никакие. Не потому, что они сбоят, а потому, что они так написаны. Никто за них даже не брался и не делал сложнее. Если глянуть на тот же Rockstar, то у них GTA 3-я часть Xan Andreas поступательно развивалась. Как движок, так и гейплейная часть. Отчего появлялись, возможно, целицы, более сложное поведение персонажей. Так и подзагрузка кусков уровней, что сделало игру бесшовной. В киберпанке же ощущение, что им не хватило времени и людей. Сейчас постепенно начинают всплывать информации о том, что управление ставило разработчиками нереальные дедлайны. Тут у меня есть какой-то опыт, и вы найдете много идиотов, кричащих о том, что они руководители. Ну, потом они, правда, ставят задания, когда девяти женщинам нужно за месяц родить одного ребенка. Точно так же, и я тут не могу осознать момент, что неужели те люди, что ставят задания, сами ничего не понимают в играх и не видят, что многие моменты требуют доработки и шлифовки. И на что они вообще надеялись, вот честно, когда релизили игру на кучу устройств в физическом варианте, где изначально игра не похожа на то, что обещали сами же разработчики и комьюнити-менеджеры. И я думаю, что мало кто сможет дать вот внятный ответ. Есть и другие смешные моменты. Сейчас часто упоминают, что игру делали 8-9 лет, хотя по фактам ее делали 2-3 года от силы. До этого был предпродакшн, который к разработке имеет опосредованное значение. Это как сидеть и думать о том, что станешь миллионером, придумывать план. Но без реальных действий и размышлений отнести к работе тяжело. Это скорее знаете, как размышления сказочника. На Reddit я нашел еще одну смешную тему, в которой подобное положение вещей валили на океану Ривза. Мол, он внезапно появился на проекте, всем это понравилось и всю готовую историю стали ломать об колено ради него. Ну а в итоге Майему Шумайему. Но честно, такой детский лепет не удержит никакой критики, потому что именно сюжет, сцена, постановка, это все выполнено на очень достойном уровне, а для многих недостижимо. А как относятся возникающие из воздуха полицейские к тому, что сюжет поменяли под няшку Ривза? Ну никак. Не относятся к этому и передвижение авто, и людей, ну и все остальное, что находится просто на базовом уровне. Если вариативность еще можно как-то к этому привязать, ну когда по сути ты в игре отыгрываешь одного хомоватого персонажа, то все, что относится к геймплею, вот просто никак. В помянутом видео про то, что не стоит играть в игры на старте, я скорее говорил о том, что нужно дождаться обязательных патчей, которые исправят неизбежные баги. Надо дождаться сюжетных дополнений, чтобы оценить игру целиком, но не вспоминать через полгода-год о том, как в это вообще играть, и что в игре вообще происходило. С кивербанком же совершенно другая ситуация. Тут мало исправить баги, которые с каждым патчем становятся меньше. Тут надо дописывать механики, и тогда и будет совершенно другая игра. Есть примеры, скажем, Ghost Recon Breakpoint, где постепенно допиливают новый контент и возможности, отчего игра на выходе и игра сейчас, это две совершенно разные вещи. Но там же все же основная часть это сессионная кооперативная пострелушка, основу которой атаковать базу с врагами, ну в духе онпостов в Far Cry. Игроки же представляли выход киберпанка сразу идеальным, где можно будет играть за разных персонажей, будет разная озвучка, будут живые персонажи на улицах, и все будет настолько круто, что другие студии отложили выпуск своих игр, чтобы не совпасть с таким эстодонтом, который одну левую ложат всех. Такой же никс ген ждали когда-то Watch Dogs, где после рекламного видео, в котором после аварии на перекрестке люди помогали друг другу и вели себя, в принципе, довольно живо и интересно. Тут же стоит поднять вопрос, а можно ли вообще такое сделать и достаточно вариативно? Наверное, да, можно, только я такое мало где видел. Симуляцию жизни обещали во многих играх, вроде того же Сталкера, и все мы знаем, что это казалось таким же большим шиком. Более того, когда-то реализована система симуляции в Шенму, ну где у жителей было расписание жизни, можно было увидеть, как кто-то идет с работы или на работу, ну как закрывают магазин. Такие вещи встречаются, в принципе, довольно редко. В самом Киберпанке есть отдаленно похожая вещь, тебе звонят люди, ты можешь пропустить их звонок или не явиться на место встречи, тем самым пропустив задание. А некоторые квесты появляются через какое-то время, скажем, ну через два игровых дня после завершения другого квеста. И это на первых порах дает реальное ощущение живого города и общения. И более отзывчивый мир требует куда как более тщательной проработки, которая, как мне кажется, сейчас доступен только инди-проектам вроде Disco Elysium. Еще раз про геймплейную проработку. Открытый мир сейчас не дотягивает даже до крайне любимого мной Слиппин Докс, где англичане смогли в игре про Гонконг вместить кучу активностей. Игра получилась на голову выше как GTA 4, так и GTA 5 на выходе, но прошла мимо игроков, отчего серия загнулась. Я недавно смотрел видео про хакерский учдокс, и там в минусы игре ставилось, что там не особо весело гоняться полицией, мол в GTA веселее. То есть когда ты заканчиваешь игру, то такие вот вещи могли бы быть развлекаловкой и удержать еще в проекте, дав новые эмоции. И вот в Слиппин Докс такое было. Целая ветка заданий за полицейского. Даже в каком-нибудь драйвер Сан-Франциско, где весь мир песочница, были задания для полиции, пожарных и прочее. До чего там, в Киберпанке есть побочная миссия, где ты катаешься по городу на авто, участвуя в соревнованиях, это довольно бодро, с перестрелками, но всего 4 миссии, блин. И в игре один из побочных квестов это собрать порядка 20 авто, цены на которые кусаются. И после того, как ты все это соберешь, то тебе дадут ачивку и все. Никаких соревнований, никаких гонок по пустошам, ничего. Опять же, потому что об этом никто не задумывался, как и многом другом. Повторюсь, что если когда-нибудь разработчики будут править и развивать игру, то мы сможем получить совершенно другой проект, который будет играться и ощущаться иначе. И можно бесконечно придумывать, как можно было бы развлечься в таком открытом мире. Может у разработчиков и были планы на развитие, но пока все близится к тому, что, скорее всего, саму студию разгонят, новости с полей не самые веселые. При всем этом игра может порадовать. Я визжал как бешеный, когда в побочных миссиях мне надо было помогать полицейскому. И на встрече с ним город опустилась тьма и туман. А сам он шагал в пальто, и миссии крутились вокруг продажных полицейских. И все это было крайне нуарно. Количество отсылок просто сносит бошку. И иногда кажется, что разработчики как раз занимались сугубо отсылками на разные темы. Но взять ту же миссию, где в город прибывают хакеры СССР. И прежде чем к нему пробраться в отель, слышу в стебюле разговора с брата 2. Я решил проверить и пошел к зданию сбоку. И нашел там лестницу, по которой долго поднимался пешком на последний этаж. Опять же, если поправить файл конфигурации, то и автомобили становятся менее устойчивыми, и у них очищается хорошая физика. Можно также там чуть подрифтить. Даже баги, которые были в игре, местами были забавные. Например, в первой же миссии меня убил ящик. Я пытался забраться на стела, чтобы взять лут. В итоге физика коряво просчиталась и опомер от удара. Или же в одной миссии, где выслеживаешь киперпсихопатов, которых показывали еще в первых трейлерах. Военные через помещение сознания между виртуальностью и реальностью пытались достичь бессмертия, и там натурально разыгрывалась мистика и ужас. Я закончил миссию, но из-за звукового бага подсторонние звуки проигрывались по сторонам. Я шел ночью по промзоне, нагруженной пушками так, что еле передвигался. Когда подошел к тайнику из своей машины, то меня убил, откуда-то взявшись игрок. Я реально протащился от общения с Джонни, когда постепенно находишь с ним общий язык. И что забавно, он комментирует вообще все. Но не всегда это логично, скорее это часть его мировоззрения. А в этой игре он ненавидит корпорации, и вовсе не всегда его стоит слушать. Есть много крутых побочек. Сама механика брейнданса, где орудуешь записи события от лица персонажа, мне сперва показалась очень странной. А потом я все ждал, что ее еще сильнее расширят. Но как со многим в игре, осталось лишь то, что они успели сделать. Есть даже миссия, где предлагают бесшумно убрать и вытащить с базы противника. Но привычными стелс-механиками это не выходит сделать, и тогда надо полностью погружаться во взлом, где пользоваться нейтральнерскими штучками. И это круто, и механика требует как раз развития и разных ситуаций. Но увы. И вот я расписываю, что-то классное, что осталось у меня после прохождения. Но я и прекрасно понимаю тех, кому игра могла из-за этих всех косяков вообще не понравиться. Скажем, в конце игры я несколько раз пытался сдать квест, вот, или взять его. То есть у меня концов игры душераздирающее зрелище, там классная музыка. А персонаж стоит со значком квеста и никак не реагирует. Выбесило даже меня. Никогда не играйте в игры на выходе. Также мир наполнен различными магазинами, салонами и всем прочим. И вот после прохождения я сижу и читаю, как в них находят крутые товары, редкие инструменты. Но было бы круто, если была бы возможность сделать просто пометки на карте посещенных мест, или куда бы хотелось попасть. Ну, вроде там с полом альстрёмовца, где было очень дико атмосферно. А вообще, надо было бы все глюки в игре списать на баге в символяции матрицы. Могло бы прокатить. Итак, кто хотел моё мнение, то помимо сказанного ранее, я ещё поделюсь ощущениями. Мне понравилась игра в нынешнем виде, я провел в ней где-то 90 часов, хотел бы играть дальше. Но честно не нахожу поводу. В ней классный запоминающийся герой, и сама история напомнила мне творение Гибсона. Пускай он сам её и ругал сперва. Мне кажется, что этот удар добьёт студию в итоге. Хотя тут, конечно, возможны ещё варианты. Но мы точно не увидим ту игру, которая могла и должна была бы быть. В лучшем случае допилят баги, что тормозят игру. Но геймплейно мы можем получить кооперативную игру и сюжетное дополнение про Джейки, Цири или ещё кого-то там. Но мне кажется, на этом всё. Уже сейчас на консолях игра идёт нормально, смотрел стримы на том же PS4, и ничего критического там не было. Но визги о неиграбельности так и будут стоять. И свои деньги игра, в принципе, отработала. Я буду её рекомендовать в прохождении после ещё пары патчей всем тем, кто любит стелс-экшн в киберпанковском мире. И вот честно скажу, что мне бесконечно грустно. Не то ли как концовки игры или музыки, но от происходящего с проектом. Когда читаю все эти новости, то охота сказать, уберите руки от киберпанка, нехристи. Но это мало, конечно, что изменит. А в голове мысли, что может быть стоило бы поумерить разработчикам амбиции, дотянув до второй части игры. И знаете, ещё один момент, который бы хотел созвучить. Тут, наверное, в игре было лучшее отображение темы ЛГБТ, которую я видел в играх. Сам мир настолько переполнен сексом-возвращениями, что половые предпочтения перестали быть чем-то особенным. Мне на них было так же пофиг, как и в реальной жизни. Персонажи это не выпячивают, но и общаются с тобой как с человеком. Вот, скажем, есть Джуди, которая лесбиянка. И всё равно ветка квестов с ней очень классная. Это не выглядит, как тот кошмар из Mass Effect 3 хотя бы. При желании можно и с парнями затусить, но никто не принуждает. И так же смешно сейчас вспоминать все эти скандалы до выхода игры с трансгендерами и прочими, с гениталями и всем остальным. Только к игре не имеет вообще никакого отношения. Там этого просто нет. Нет не то, что упора, а даже упоминания. И зачем мне это вообще всё дело, и зачем всё это выпячивалось, я честно тоже не понимаю. Как и многое другое в происходящем от CD Projekt Red. Но чуть позже, после написания сценарию ролика, я уже нашёл инфу на реддите, переведённую на пикабу, про то, как шла разработка. Честно, там всё достаточно схематично, но кому интересно, ссылки будут в описании. И опять же, кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Я сейчас плотно стараюсь делать чисто свой проект. А так как он простой, то багов там будет явно меньше, чем в киберпанке. И ваши подписки, лайки и комменты помогут продвинуть канал и игру в будущем. Так что не застревайте в текстурах, ну и всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!